Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте заострить ваше внимание на одной отдельно взятой организационной проблеме, проблеме диспансерного наблюдения за онкологическими пациентами. Спасибо предыдущему докладчику за то, что, собственно говоря, статистическую часть уже проблемы была озвучена на примере Томского регистра. В каких реалиях сегодня мы с вами существуем и живем, новаторских и реформистских, мы прекрасно понимаем, но основной показатель, который является индикативом работы в рамках национального проекта, является показатель смертности. Позволю себе напомнить, что показатель смертности учитывает количество пациентов, умерших в течение отчетного года, рассчитанного на 100 тысяч населения. Относительно диспансерного наблюдения существует отдельно взятая нормативная база, она идет такой нитью от 323, непрерывной нитью от 323 федерального закона к порядку помощи. Естественно, что в принципе, точнее сказать, периоды диспансерного наблюдения афишированы еще в 1999 году известным всем 135 приказом, имеется приказ 1344Н, который так и называется, об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения, и он касается всех групп пациентов. Естественно, на региональном уровне имеются, либо не имеются нормативные документы, которые детализируют вот эти основополагающие предыдущие, которые я перечислила. Да, ну и в 2018 году мы плотно подошли к работе с клиническими рекомендациями в нашей практике, и вы можете увидеть в клинических рекомендациях, которые утверждены Ассоциацией онкологов России, тоже такой раздел диспансерного наблюдения за онкологическими пациентами. Хотела бы несколько цитат вам привести для понимания темы из федерального закона. Статья 43, статья 46. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, обеспечивается диспансерное наблюдение. В 46-й статье говорится, что в диспансерное наблюдение необходимо включать в ввете в том числе необходимое обследование. Ну, естественно, я эти цитаты привожу в связи, так сказать, с тематикой своего и сутью своего доклада. 1344-й приказ «Порядок проведения диспансерного наблюдения» говорит о том, что если отсутствует врач-специалист медицинской организации, тогда врач-терапевт направляет такого гражданина, состоящего в группе диспансерного наблюдения, для проведения этого этапа другим врачом-специалистом другой медицинской организации, в том числе специализированного вида. Кадровый дефицит, к сожалению, не является проблемой, поэтому действительно и такой вопрос маршрутизации пациентов зачастую встает достаточно остро. И, может быть, в региональной практике встречается два основных вида маршрутизации пациентов. Это перевод пациентов в другое муниципальное образование, что случается редко, поскольку мы сталкиваемся зачастую с подушевым финансированием первичных медицинских организаций и такое переориентирование средств, которые выделяются, рассчитываются заранее на одну медицинскую организацию, в другую для того, чтобы пациенты прошли этап диспансерного наблюдения, осуществляется на самом деле нечасто. Чаще пациенты маршрутизируются в онкологические диспансеры. С точки зрения качества диспансерного наблюдения, возможно, этот вариант маршрутизации будет лучше, чем первый. Так вот, с какими проблемами мы сталкиваемся, как нам кажется, при организации диспансерного наблюдения за онкологическим контингентом? Это взаимосвязанные вещи. Первый момент я уже озвучила. И второй момент – это действительно экономия, активная экономия средств руководителями медицинских организаций на любые, так сказать, движения пациентов вне муниципального образования. К сожалению, население действительно имеется в каких-то муниципалитетах выше, в каких-то ниже. Наверное, для того нужно проводить определенные социальные опросы. Но вместе с тем и врачи формируют такое представление также, что имеется низкий уровень заботы населения о своем здоровье. Это с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, мы, я имею в виду систему здравоохранения, достаточно пассивно ведем себя, не вызывая, не приглашая пациентов, в том числе и для прохождения диспансерного наблюдения. Такую систему, наверное, несложно разработать. Определить ключевые точки, основные каналы информирования и осуществить контроль. Может быть, необходим будет в каких-то регионах пилотный проект, но вместе с тем это этап необходимой активизации медицинской организации по отношению к пациенту, который стоит в группе диспансера наблюдения. Отсутствие, к сожалению, регламентов контрольных обследований пациентов наблюдается. Я выделила этот пункт, эту рамочку, видите, особым красным цветом. Опять же, связь с тем финансированием, которое руководители зачастую сберегают для плановых мероприятий и простой осмотр пациента при диспансерном наблюдении, при явке диспансерной, конечно, не может обеспечить полного контроля за заболеванием. И такие регламенты, перечни обследования также необходимо формировать. Это один, так сказать, из важных моментов моего доклада, на котором я чуть позже детально остановлю ваше внимание. Да, ну и, к сожалению, отсутствие контроля со стороны популяционного ракорегистра – тоже важный момент. Также не во всех и частях регионов, не во всех регионах такой момент отрабатывается. Очень приятно было сегодня слышать, что действительно в регионах существуют такие взгляды, которые ориентированы на активное выявление пациентов и понимание их количества, их визитов в медицинскую сеть. Да, ну, я хотела бы данные статистические привести Челябинской области, которая мне является родной. И надо сказать, что раковый регистр популяционный Челябинской области заслуживает доверия. Ну, в частности, в 2017 году того же мнения придерживалось и агентство по исследованию рака. Конечно, мы очень радуемся, когда показатели идут вверх, и контингент онкологических пациентов нарастает. И, с одной стороны, действительно это здорово, но мы должны быть с вами уверены, что мы знаем, кто эти пациенты. Ну, в частности, в Челябинской области мы очень об этом заволновались в 2017 году, и к концу года мы поняли, что только 64% пациентов приходят на диспансерное наблюдение, контролируются в медицинских организациях. Ну, вот если вы заметили, почти 90 тысяч, 87-86 тысяч пациентов состоит на учете, то, конечно, потеря 63% – это очень серьезная задача. Любым образом можно явки пациентов оценивать и контролировать через общую систему, через разрозненные компоненты, но очень важно, чтобы действительно в ежедневном режиме происходила эта сверка. Подавляющее большинство пациентов проходит через онкологические диспансеры, ну, вот в силу обстоятельств и различных нужд, связанных с основным заболеванием, дообследованием и другими моментами. Поняв вот эти вот ключевые проблемы, мы постарались сформировать некие методические основы применительно к отдельным локализациям злокачественных новообразований, к большей части их, и определить те ключевые параметры, которые необходимо внедрить для ранжирования пациентов при диспансерном наблюдении. Ну, вот отдельно взятое методическое пособие даже есть. Да, вот Ирина Алексеевна здесь находится в зале. Ирина Алексеевна, поднимите руку. Мы некоторое количество методических пособий с собой взяли. Если кому интересно, пожалуйста, она с удовольствием вам их презентует по окончании доклада. Да, ну и в 2018 году внедрив, так сказать, основы такой работы, именно основы, потому что это как раз-таки было вхождение в понимание этой проблемы. Практическое вхождение. И в 2018 году процент охвата явками составил уже 85%, но все равно порядка 13,5 тысяч человек попали в группу так называемых мертвых душ. Причем удалось в 46-7% муниципальных образованиях добиться очень высокого процента приглашения и охвата пациентов диспансерного наблюдения 95-100%. Да, ну вот какие критерии, хотелось бы вам их кратко озвучить, мы определили. По сути, это учет факторов или риска прогрессирования заболевания. Мы для себя определили, что необходимо ранжировать пациентов по первичной распространенности злокачественного образования. Ну вот, к примеру, локализованные стадии, первый столбец и проведено радикальное лечение. А вторая ситуация – это локализованные стадии без радикального лечения, отказ пациента, соматические проблемы дополнительные, которые привели к такому положению дел. Либо это региональная стадия, третья стадия после радикального хирургического вмешательства, первичное радикальное хирургическое вмешательство. Либо пациенты без такового и также пациенты с четвертой стадии и четвертой клинической группы попали в четвертую группу. И вы видите, что за пациентами с такими сложными клиническими ситуациями необходим, конечно, более тщательный присмотр, надзор и количество мероприятий, которые регламентированы. Они значительно отличаются от предыдущих трех групп. Но, уважаемые коллеги, именно за счет такой вот тщательной работы с таким сложным онкологическим пациентом, с сложной клинической ситуацией, и мы с вами будем добиваться снижения смертности от злокачественных новообразований. Естественно, с течением времени, но добиваться перехода таких пациентов в группу хронически наблюдаемых – вот это вот ключевая задача. Проанализируйте те контингенты, которые состоят на учете в регионе. Ну вот, в частности, в Челябинской области оказалось, что несколько тысяч человек, 5,5 и больше – это четвертая стадия заболевания, третья стадия заболевания – около 15 тысяч человек. Конечно, это те пациенты, которые в первую очередь формируют показатель смертности в регионе. Но вот поскольку в Челябинской области умирает порядка 8 тысяч пациентов, к сожалению, то проанализировали вот этот момент и выяснилось, что 20% – это посмертно учтенные. К сожалению, здесь, наверное, мы с вами должны, так сказать, заниматься активной информационной политикой, ранней диагностикой и другими мероприятиями, которые я не озвучиваю сегодня в своем докладе. Это пациенты с четвертой стадии заболевания – 38%, и остальные пациенты – 42%, большой процент, согласитесь, с первой, второй, третьей стадии злокачественного образования, первично-множественное злокачественное образование. Как раз-таки ту группу, которую можно охватить методами специального лечения, только необходимо понимать, насколько мы уверены в правильности определенной клинической ситуации. Да, ну, безусловно, показатели выживаемости нам говорят о том, что существуют потери в стадийной структуре, да, в плане одно-двухлетней выживаемости. Вот здесь такой вот анализ мы провели в первой и второй стадии заболевания. Мы теряем практически всех пациентов. И еще одним штрихом к портрету стало… Это все есть пособие, уважаемые коллеги, если вы фотографируете. Там… Спасибо большое. Да, еще одним, так сказать, моментом вопросительным стали пациенты, которые не имели стадии заболевания, когда положено было иметь таковую, либо морфологическая верификация. И разработали такие вот методические подсказки для каждого этапа оказания медицинской помощи. Естественно, ситуации могут сочетаться, когда не установлена и стадии морфологической верификации, и тогда, ну, вот необходимо эти этапы, так сказать, суммировать. Хотела бы ваше внимание обратить действительно на пациентов, которые не имеют морфологической верификации и зачастую консилиумом шифруются с кодами С, когда, конечно же, необходимо выбирать несколько иные коды в международной классификации болезни. И хотела бы напомнить о том, что в существующих двух системах раковых регистров, которые разработаны и Институтом Герцена, и нашими коллегами Санкт-Петербурга, имеются такие возможности по внесению кодов D37-D48 в популяционные раковые регистры. Соответственно, появляется возможность отслеживать судьбу пациентов на муниципальном уровне, не только региональном. Безусловно, координатором является головное онкологическое учреждение и организационно-методический отдел. Естественно, не морфологически подтвержденные новообразования, не установленного характера подлежат по смертной идентификации. И, кроме того, как это ни странно, Министерство здравоохранения оценивает показатель именно смертности от новообразований, куда входят, естественно, и другие пациенты. Ну и заключающий слайд. Предыдущие моменты, я думаю, мы с вами вполне можем решить. Каждый на своем региональном уровне было бы к тому желание. И я надеюсь, какая-то информация нашего доклада вам помогла. Но, к сожалению, существуют еще и нормативные препятствия. И уже мы сегодня касались и 152-го федерального закона о персональных данных. И, безусловно, необходимо сегодня четко, более четко определить позиции регионального популяционного ракового регистра и его связь с отчетной седьмой формой. На наш взгляд, в обязательном порядке седьмая форма должна быть зеркалом, которое отражает состояние данных в популяционном раковом регистре. И, конечно же, диспансерное наблюдение за онкологическими пациентами тоже может быть определенным образом регламентировано, более конкретно, более четко. Ну и, уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз заострить ваше внимание, что, конечно же, единственным качественным или, может быть, не так категорично, а наиболее емким показателем, который оценивает качество работы онкологической службы региона, все же таки являются показатели выживаемости, не умаляя, вместе с тем, и, так сказать, значение показателя смертности. Спасибо большое. У вас, Сергеевна, спасибо большое. Пару вопросов, пожалуйста, есть. Александр, пожалуйста. Спасибо. С удовольствием, что стали слушать ваш доклад. Я привык, что он поражает, естественно, чем правдивостью, точностью. Вот чего часто не хватило. Но скажите, а куда вы дели бестадины? Их достаточно большой удельный вес. Белоруссия у себя при колоссальной точности учет показала 12%. У вас их не было или они у вас автоматически... Нет, никуда не дели. Почему мы их дели? Нет, первая, вторая, третья, четвертая я бестадиных не видел. Да. И не стадирую, безусловно, да. Я поэтому и проговорила, это в алгоритме, который следом существует. Да, ясно. Поэтому они туда ваши. Конечно. Спасибо. Отдельно выделила. Алла Сергеевна, еще один вопрос. Да, пожалуйста. У вас 20% посмертно учтенных. Да. Скажите, пожалуйста, какая пропорция из них, выявленных при аутопсии, и какие, ну, истинные DCO, когда информация только об свидетельстве о смерти? Да, Михаил Юрьевич, вы знаете, врать, как в том анекдоте, никогда не врала, я врать не буду. К сожалению, данных таких под рукой не имею. Можем дополнительно состыковаться. Но, надо сказать, что, может быть, как раз обратила на себя внимание высокая доля этих пациентов. С одной стороны, казалось бы, это такой показатель сомнительности, да, эффективности работы первичного звена, поскольку пациенты не наблюдаются в первичной сети, они умирают, постфактно устанавливается диагноз. Но, вы знаете, проанализировав вот этот момент, мы давно его, к сожалению, заметили, мы считаем, что высокий показатель посмертного учтения, наоборот, является результирующим моментом, хорошим в взаимосвязи служб патологоанатомических, судмедэкспертизы и онкологических. Более того, я, извините, пожалуйста, пару цифр уже к тому, чтобы не врать, добавлю, порядка 30 тысяч умерших пациентов подлежат скрытию в регионе, но вскрываются порядка 33%. Поэтому, уважаемые коллеги, скорее всего, и процент посмертно учтенных может быть гораздо выше. Алла Сергеевна, тем не менее, мы впереди планеты всей по проценту аутопсий. В Швеции, например, 3-4% скрывается и так далее. Лично мое мнение, и мы это анализировали с аналитической группой Конкорда, подавляющее большинство наших посмертно учтенных – это как раз больные, вернее, не больные, а злокачественные заболевания, выявленные у погибших других причин. А, ну да, с этой точки зрения явилась ли причиной, да. Да-да-да-да, да, безусловно, конечно, этот момент нужно учитывать и оценивать. Спасибо, Алла Сергеевна. У нас есть еще вопрос, пожалуйста. Алла Сергеевна, позвольте один вопрос. Меня вот интересует, сейчас вышел 173 приказ, как продолжение логическое 1344. То есть какие он изменения внес, и у меня вопрос. Мы испытали некоторые трудности в Башкортостане при формировании нашей программы региональной, которую мы вот на следующей неделе должны уже утвердить. Все-таки вы региону бы советовали в этом разделе «Вторичная профилактика», да, где мы прописывали диспансерное наблюдение. Все-таки на что сделать акцент? Что стоит внести в мероприятие регионального паспорта, да, региональной программы именно в плане диспансерного наблюдения? В плане диспансерного наблюдения, я вашу программу оценивала, нет? Нет. Нет. Так, значит, касательно первой части, поскольку приказ 1344, как мы его с вами назвали, он охватывает всех пациентов, да, соматической группы, то для онкологических пациентов существенных изменений не было внесено, да, поэтому я и говорю о том, что регламенты диспансерного наблюдения заслуживают отдельной нормативной базы. Вот. Относительно вашей программы, я не очень поняла мероприятие «Вторичная профилактика» и диспансерного наблюдения, какова связь. Такой показатель имеется. Это раздел амбулаторно-поликлинический там был, да, который у нас в региональной программе? Да, наверное, переспециализированный помощь. Амбулаторно-поликлинический раздел. Амбулаторно-поликлинический, но вполне, наверное, уместно, он там находится, если вы мою точку зрения хотели бы услышать, то да. Продолжение следует...